Как позволить себе быть собой и перестать бояться мнения окружающих? Ну, мнение окружающих всегда влияет на человека, то есть невозможно от него избавиться, то есть оно всегда действует. И просто есть как бы разные виды деятельностей. И, ну, человек всегда, он, понимаете, он не просто собой означает, вот, допустим, женщина, она сама собой будет, если она будет всем служить, обо всех заботиться. А мужчина будет самим собой, если у него будет какая-то миссия, он будет какую-то цель в жизни иметь. Понимаете, вот, допустим, у меня есть какая-то цель, я читаю лекции. Мне говорят, ты шарлатан, там, ты, там, ну, вредишь людям, допустим, да, мне так говорят. Как мне быть самим собой в этом случае? Я просто, ну, смотрю на людей, которые приходят на лекции, спрашиваю их, я вам врежу, как бы, кому я навредил, поднимите руку, кто знает того, кому я навредил. Люди говорят, ну, это все просто сплетничают, пишут, а на самом деле вот нам вы помогли, нам помогли, нам помогли. Ну, то есть, я вижу, что кто-то будет недоволен, конечно, а кто-то будет доволен. Ну, то есть, если я иду вперед, вот, мужчине, как быть самим собой, если я иду вперед, и Бог мной доволен, я чувствую, что все классно, я делаю доброе дело, я тогда становлюсь самим собой. То есть, кто бы мне что ни сказал, я знаю, что все нормально, это просто сдержки. Вот, а женщина, когда она заботится, обо всех служит, ей, допустим, говорят, да ты, как бы, плохо заботишься. Она идет к тем, кому заботишься, говорит, ну, как вы считаете, как бы, может быть, что-то исправить мне, как вам лучше служить, заботиться, как о вас. И все говорят, да ты хорошая, ты молодец. И все, вот так можно быть самим собой, понимаете. Понимаете, некоторые люди, они хотят развить в себе самооценку, понимаете, нет никакой самооценки. Человека оценивает только совесть его, вот он сделал хорошее, доброе дело, совесть сказал, молодец, сердце спокойно. Вот, и человека также оценивают люди окружающие. Вот если люди говорят, молодец, все правильно ты делаешь, и сердце, совесть тебе подсказывает, что ты правильным путем идешь, вот тогда у тебя и будет правильная самооценка, понимаете. То есть ты будешь чувствовать себя хорошо, но если ты пытаешься себе что-то внушать, самим собой быть, как из себя, что-то самого себя теперь строишь, понимаете. Когда человек становится самим собой? Когда он сильный. Вот, допустим, по рынку идешь, допустим, собачку решил купить, смотришь, такая собачка такая вся, зачуханная такая, несчастная такая. Понимаете, она просто больная, болеет, вот. Вот, и она вроде бы никак не сама в себе такая, думаешь, не буду такую собачку покупать, она зачуханная. Потом идешь, смотришь, такая пушистенькая, так крепкая, смотрит на тебя такая, хе-хе-хе-хе, такая толвольная такая собачка. Она, и ты думаешь, о, она само собой такая, она выглядит, как, ну, она сама себя уважает, как бы. На самом деле просто собачка здоровая. То есть она просто вот здоровая, хорошо, она нормально себя чувствует, понимаете. Станьте просто нормальным человеком. Начните делать добрые дела и будете, как бы, чувствовать себя хорошо и будете самим собой. То есть начните жить правильно просто и все, служить людям, развивать себя, молиться. Ну, будьте самим собой. Не надо из себя ничего выкручивать, понимаете. Не надо из себя ничего корчить, делать, кому-то подражать. Все само собой произойдет хорошо в сердце, если вы развиваете. А как мужчине встретить девушку, если вы говорите не смотреть на девушек? Ну, понятно, зачем на них смотреть, это бесполезное занятие. Вот вы, допустим, на девушку смотрите, какой вы результат получаете? Вы получаете просто сниженную самооценку. Потому что, когда вы на девушек смотрите, они на вас смотреть не будут. Вот я, допустим, смотрю на какую-то девушку, она сразу меня оценивает. Она думает, о, что это на меня, кто это смотрит, кто такой, сильный мужчина или не сильный и так далее, понимаете. Надо, чтобы девушки смотрели на вас, если вы хотите жениться, а не вам смотреть на девушек. А чтобы девушки на вас смотрели, вам надо включиться во что? Начать спортом заниматься. Мужчина должен быть сильным, как личность. Начать, когда спортивная у вас будет сила, как бы сила воли будет, начать менять себя, бредные привычки бросить. Начать работать над собой. Сразу, как будете работать над собой, успех на работе пойдет, потому что вы станете заметным человеком. Понимаете, как только мужчина становится заметным человеком, сразу на него смотрят девушки. Вот точно так же, как у девушки внешняя красота есть, она должна выглядеть красиво. Все хотят красивую девушку замуж взять. Вот точно так же у мужчины вместо внешней красоты идет просто сила, понимаете. То есть красивый мужчина означает влиятельный мужчина, способный на работе быть успешным, способным в силу воли иметь, характер сильный. Вот это красивая красота мужчин. Как только мужчина становится красивым, сразу все девушки на него смотрят, потому что все смотрят на красивых людей, всем нравятся красивые люди. Поэтому вот тот момент, когда девушки на вас будут смотреть, а не вы на девушек, в этот момент вы и женитесь. Потому что вы будете выбирать уже, а не смотреть на них. Что на них смотреть? Надо показать пальцем. Вот ты за меня замуж пойдешь. Если ты достойный мужчина, она за тебя пойдет замуж. Куда деваться? Вот и все. Вот если вот так вот раскладывать. У меня был такой смешной случай. Один человек, как бы он так жил отреченной жизнью, и он мне сказал, сколько мне еще отреченной жизнью жить? Я ему сказал, в тот момент, когда ты развиваешься как мужчина, станешь сильным как мужчина, в этот момент твое отречение закончится. Он говорит, почему? Ну, потому что, я говорю, девушки не вытерпят, что сильный мужчина один, им придется жениться. Они его просто сплавят своей энергией этой женской. Вот и все. Как найти наставника и стать хорошим руководителем? Наставнику надо идти, то есть его искать бессмысленно, надо пройти путь определенный. Сначала человек идет своим путем, он работает над собой, потом работа над собой, его приводит к какой-то вере. Внутри этой веры он находит сначала людей, которые как бы ему рассказывают, как ему правильно жить в этой вере. Это старшие друзья называются, а потом после этого они его приводят к наставнику. Вот такой путь. Ну, то есть, если у вас даже, допустим, веры нет, то как вы найдете наставника? Если вам приходит наставник, у которого тоже нет никакой веры, то это не наставник, а просто шарлатан. Ну, то есть, у наставника должна быть вера, то есть, его самого должны наставления давать, то есть, он должен прийти. То есть, это как, допустим, если профессор математики, он нигде математику не изучал, то маловероятно, что он вообще ее знает правильно. Вот примерно так. Что касается, как развивать свое дело, надо сначала себя развивать, потому что свое дело могут развивать только лидеры, понимаете? И поэтому вот в этой книге «Ваше дело» я в основном пишу не о том, как дело развивать, понимаете? А пишу о том, как вам себя развивать. Потому что если вы лидером не станете, никто за вас, ни за вами не пойдет, и никакого своего дела у вас не будет. Понимаете? Станьте сильным человеком, получите свое дело сразу. Люди видят, что вы сильный человек, вы эксперт, у вас сила воли, у вас характер сильный, чувство собственного достоинства. Вы можете в любой кабинет зайти легко, со всеми поговорить, с кем надо. Вы как бы чувствуете себя очень уверенно в жизни. Ну, это означает иметь свое дело. Люди часто думают, что свое дело надо начинать с ипотеки. Вот займ взял, тогда свое дело можно открывать. Вы займ возьмете, вы не знаете, как это дело делать. У вас деньги все уйдут на эксперимент, понимаете? Вы наберете людей не тех, они вам на зарплаты вытянут все деньги, и дело не разовьется. И так вы окажетесь в больших долгах просто вообще. Можете даже в тюрьму сесть за эти долги или еще потерять квартиру. Поэтому лучше не начинайте свое дело, пока вы не разовьетесь просто как личность и не почувствуете. А когда вы разовьетесь как личность, Бог сам вам даст ваше дело. Даже вам не надо его начинать, оно само начнется как замежду делом, понимаете? Как если, допустим, есть лев, ему не надо сильно думать о том, где добыть пищу, понимаете? Он лев, то есть пища сама будет пробегать мимо. Ну, достаточно просто пробежаться, чуть-чуть размяться и ее просто добыть, и все. Ну, то есть, если вы сильный, то что вам беспокоиться? Ваше дело само подвернется вам по жизни, придет время. Чего его начинать? Как одолеть лень? Лень одолевается движением. Я же говорил, что вот человек начинает двигаться. Сначала ползать надо. Если вы вообще такой ленивый, что даже с кровати встать не можете, заставьте себя ползать по полу возле кровати, вокруг кровати. Поставьте ее посередине, ползайте. Вот, потом, когда ползать начнете, сможете ходить. Когда будете ходить, сможете бегать. Ну, то есть, летать я не знаю, вряд ли у нас получится, крыльев нет. До следующего этапа, наверное. Ну, то есть, лень означает, что ты просто, ну, не понимаешь, что такое жизнь. Жизнь – это движение. Ну, то есть, человек, если хочет жить долго, он должен двигаться. Если он не двигается, он не будет жить долго. И в Орведе есть такой признак, как бы, вот если человек не хочет уже вставать, он все время сидит или лежит, не хочет никуда идти, то это значит, что он скоро помрет. Понимаете, это называется лень. Лень означает нежелание жить. Ну, то есть, если вы хотите жить, двигайтесь. Двигаться начнете, сила воли появится. Сила воли появится, начнете что-то делать. И так постепенно вы себя растормозите. Женщинам лучше двигаться под музыку. То есть, женщина живет для красоты, для любви. Движение в любви тоже хорошо. Есть танцы, есть разные аэробики там и так далее. Женщины должны этим заниматься. Мужчины должны просто силу воли вырабатывать движение. Но если вы не начнете двигаться, лень вы победить не сможете. Как бороться с хвастовством? Знаете, хвастовство это означает, что человек, он, ну, не сильно реализованный. То есть, он сильно удивлен, что у него это получилось. Что значит хвастовство? Вот человеку что-то получилось, он говорит, блин, у меня получилось. И всем рассказывает об этом. Это значит, что у него мало чего в жизни получается. Понимаете? Вот когда у человека много чего получается в жизни, то он вообще не понимает, зачем хвалиться. Это для него просто лишние проблемы. Вот я приведу вам на своей жизни примеры. У меня когда лекции начал читать, у меня когда люди пошли, мне так это было удивительно. Я постоянно всем своим друзьям рассказывал. У меня столько-то людей пришло на лекцию. Вот. Сейчас прошло 30 лет. И, как бы, я никому ничего не рассказываю. Потому что я не понимаю, зачем это надо. Это просто смешно. Просто мне вот рассказывать, сколько у меня людей на лекции ходят, это просто смешно. Понимаете? Ну, даже неприятно. Зачем это нужно делать? То есть, я не понимаю. Или там всем рассказывают, что я, допустим, закаливаюсь. Вот я когда бегать начал, я всем рассказывал, что я бегать начал. Сам удивился, видно. А сейчас, как бы, я никому не рассказываю, потому что это привычно. Это привычно и смешно, как бы. Ну, что говорить об этом? Нет смысла. Вот, понимаете? То есть, хвостовство означает, что ты удивился сам себе. Ну, больше делай каких-то мощных дел в жизни. И это желание хвалиться просто само пройдет. Потому что, ну, что хвалиться? Надо просто делать добрые дела, и все. А хвалиться, это зря тратить силы и время. Можно ли общаться с теми, кто жалуется на жизнь? Да, можно тоже сесть вместе с ними и тоже пожаловаться на жизнь. Я не знаю только, как вы с ними собираетесь общаться. Ну, то есть, вот смотрите, он, допустим, жалуется. Для меня общаться означает что-то полезное делать. Ну, допустим, мы сели с кем-то и о чем-то полезном поговорили. Вот это для меня общение. Теперь ко мне пришел, допустим, человек и начал жаловаться на жизнь. Вот как я могу с ним общаться? То есть, второй, один только вариант. Я тоже должен ему или говорить, да, да, все плохи, ты хороший, все плохо, давай выпьем. То есть, один вариант, как бы, я тоже вместе с ним жалуюсь на его жизнь. И второй вариант, я начинаю жаловаться на свою жизнь вместе с ним. Ну, то есть, как еще с ним общаться, я не знаю просто. Ну, то есть, если, ну, как бы, человек жалуется на жизнь, я ему говорю, слушай, давай о чем-то нормальном поговорим, толковом, или у меня много дел. Я бы так ему сказал, потому что, ну, это правда. Ну, как бы, вот мне, допустим, какие-то проблемы, что мне на них жаловаться, мне их надо решать. Вот, допустим, у меня какая-то проблема. Допустим, у меня вылез геморрой, допустим. Ну, допустим, у меня не вылазит, ну, просто, допустим, у меня вылез геморрой. Чего мне жаловаться на геморрой? То есть мне надо его лечить. И вот я сижу, жалуюсь, я просто время зря трачу. Если у меня геморрой вылез, и время свободное, надо идти просто лечить. Все, вот это надо делать. Если у тебя есть какая-то проблема, решай ее прямо сейчас. Чего жаловаться? Это будет правильный способ жить. А если ты жалуешься, значит, ты себя гасишь, людей вокруг гасишь. Это неправильное мышление просто. Можно ли бегать, если болит позвоночник? Позвоночник настолько болит, что уже начали болеть ноги, шеи и руки. Вы знаете, я бы вам посоветовал не это сейчас делать. То есть я бы вам посоветовал садиться просто на что-то теплое и нагибаться вперед. И вот в таком согнутом состоянии минут до 20-30 минут доводить себя. То есть, ну просто надо растягивать позвоночник. Есть еще такие методы растяжки, там в воде иногда врачи тоже. То же самое, вода расслабляет человека, человека просто в воде растягивают. И у него постепенно расслабляется позвоночник. Запомните, боль в позвоночнике всегда означает спазмы мышц. Всегда только одну вещь. Можно массаж, допустим, делать, чтобы их расслабить. Можно в воде растяжки делать. Можно с помощью йоги вот тянуть. Я когда, допустим, налетаюсь на самолетах, у меня тоже тяжесть в позвоночнике появляется. Я просто делаю йогу, сажусь, нагибаюсь, минут 40 в согнутом состоянии нахожусь. У меня спина перестает тяжесть испытывать. В баню тоже я хожу, в бане хорошо. Горячая, холодная, горячая, холодная. И расслабляется спина. Но как бы, а потом, когда она расслабилась, надо вообще всегда сочетать статику с динамикой. Вот статические упражнения делайте динамические. Надо начинать с ходьбы всегда, не надо начинать сразу с бега. Ну, то есть, если вы ходите, допустим, долго, можете ходить быстрым шагом. И у вас в тот момент, когда вы прошлись, и у вас тепло в пояснице расслабило вас, это значит, что вы ходите достаточно, чтобы снимать напряжение. Потому что короткие дистанции и при ходьбе, и при беге, они только напрягают человека. А чем дольше человек движется, тем больше расслабление наступает. Поэтому доведите себя до длительного движения, до расслабления, когда вы ходите, а потом начните бегать уже, чтобы у вас тело было более-менее адаптировано к движениям. Но если люди начинают бегать сразу, и особенно быстро, то это может привести к проблемам. Как правильно воспитывать сына? Ну, вот, допустим, представьте, у вас есть начальник, и он вас воспитывает. Допустим, он сел, допустим, и начинает вам рассказывать, как управлять людьми. Вот, воспитывает вас постоянно. Вы будете реагировать на это? Вот, допустим, представьте второй вариант. Начальник приходит к вам и начинает правильно себя с вами вести так, чтобы вы его уважали. Вот он просто в действиях, в поступках ведет себя правильно. Это называется воспитание сына. Ну, то есть, поймите, что сын... Вот, есть определенные стадии воспитания. Допустим, сначала родители естественным образом у ребенка должны вызвать уважение. Вот, если ребенок вас уважает, как человек, а вот любой человек может уважать или не может. Вот, допустим, у меня были случаи, что собака уважает. То есть, меня собака одна уважала. Она меня видит сразу так, раз, и садится, смотрит на меня с уважением. Ну, то есть, если даже собака может начать уважать, то ребенок, он же выше собаки, может начать уважать. Вы просто ведите себя правильно в семье. То есть, не ругайтесь там, не выпивайте, ведите себя правильно. вот начните делать так чтобы вас уважали если вас будут уважать вот вот живите вот для мужчины вот выполнять свое предназначение означает стать уважаем человек вот начните вести себя так чтобы вас уважать ваш ребенок сначала начнет уважать вас если он вас начнет уважать kpd ваших отношений очень сильно возрастет потому что ребенок кого уважает того и перенимает сейчас часто дети уважают там и эти всякие властелинов колец там всяких терминаторов там аватаров понимаете то есть они уважают просто каких-то героев которые никогда в жизни никак тебя не провели потому что в жизни уважать никого им надо где-то кого-то найти там непонятно где уважать понимаете а если вот вы реальный человек который вас можно уважать то ваш ребенок сразу вас начнёт копировать просто в америке провели такой эксперимент с куклами они куклы говорили одно делали одно говорили другое и дети потом перенимали то что куплен и делали а не то что говорили понимаете поэтому можно говорить все что угодно перед ребенком он будет все равно ваше поведение перенимать вот допустим вы ребенку говорите материться нельзя допустим и Вы дома не материтесь, но на работе материтесь. Ваш ребенок, вот вопреки вашим ожиданиям, он дома тоже не будет материться, он будет материться на улице. Точно так же, как вы на работе, понимаете? То есть он переймет ваше поведение просто. И как это происходит, это мистика. Ну то есть если вы ведете себя правильно, ребенок начинает уважать, копировать ваше поведение. Уже 50% воспитания сделано. А потом, когда он вас уважает, и следующий этап ваших отношений, это называется слушать. То есть он реально вас начинает прислушиваться к вам. А потом он начинает вас слушаться. То есть это означает, что у него уже разум включается в отношениях с вами. Слушаться означает деятельность разума. Когда вы до этой стадии дойдете, вам просто надо пару слов ребенку сказать. Вот сынок, вот так вот надо делать, а вот так не надо. И он на всю жизнь это запомнит, потому что он вас уважает. Все. Больше вы никак не сможете воспитывать своего ребенка. Долбить ему в лоб там, что-то темяшить ему там, в угол его ставить. Это все бесполезно. Это вызывает просто у детей протест. И потом они мстить начинают после 13 лет. Вот тем родителям, которые их угнетали, они начинают их сами угнетать. Вот и все воспитание. Понимаете, воспитание означает правильное поведение. Макаренко этому учил, Сухомлинский. То есть это классика, знаете, вот почитайте просто педагогов. Они вам расскажут, как сделать так, чтобы дети были воспитаны. Есть Шалва Монашвили, тоже вот его лекции, гуманная педагогика. Он тоже говорит, не надо нажимать, давить на людей. Просто ведите себя правильно. Любите людей, ведите себя правильно, и они будут воспитаны. Переймут ваше поведение. Скопируют вас. Мне 29 лет, хочу жениться. Как понять, что человек, с которым общаешься, тот самый человек? Сильной симпатии нет, есть ощущение, что с этим человеком можно создать семью. Ну сейчас интересно, так вопросы задают. Мне 29 лет, хочу жениться. Ну то есть, это значит, я предполагаю, что вы мужчина. Потому что сейчас же, как бы, у нас по-всякому, и с человеком, то есть, вы, наверное, с девушкой, не с человеком, а с девушкой хотите создать семью. Ну то есть, потому что, как бы, если, как бы, мне советуют, мужчина хоть человека себе найти. Слово человек переводится мужчина тоже. Строго интервью. Ну я так, я немножко шучу. Вообще, как бы, если вы мужчина, как я понял из вопроса, вам 29 лет, вы хотите найти себе девушку. Как определить, что девушка вам подходит, та, что надо. Давайте я вам просто вкратце скажу, главные вещи какие-то, главные. Первое, что главное в девушке. Главное в девушке, это то, что у ней, вот на данный момент, нет никаких ухажеров. Понимаете, потому что, если у нее есть уже ухажеры, и она еще вас выбирает третьим, то замуж брать такую девушку я бы вам не советовал, потому что она просто нестабильный человек. То есть, если она, ну, понимаете, то есть, если девушка нормальная, она одного человека, как бы, с одним познакомилась, с одним разобралась, потом с следующим пытается знакомиться. Если она с этим познакомилась и разбирается, то она больше ни с кем не знакомится. То есть, самое главное в человеке, это верность. Это главный признак, понимаете, праздную. Главный признак верность и чистота. То есть, девушка не должна быть развратной, не надо знакомиться с девушкой в ресторане, в каком-то баре, там, на дискотеке, там, где вот приходят потусоваться, потусить и, как бы, и потом сексом позаниматься, в конечном счете. Ну, то есть, надо порядочность, порядочных местах знакомиться, там, в храмах. На фестивале благость у нас можно познакомиться хорошо. Приезжают только порядочные люди. 18 сентября начинается, по 1 октября начинается фестиваль благость. Вот там приезжает тысяча человек обычно. И у нас куча потом создается семей. После этого много молодежи приезжают знакомиться. И хорошие семьи получаются. Потому что благостные люди хотят развиваться. Вот хорошее место для знакомства. Реклама фестиваля благость. Еще две вещи, которые надо в женщине знать. Первая вещь. У женщины есть характер, который она изменить не может. Поэтому узнайте ее характер. Для того, чтобы узнать у женщины характер, надо с ней дружить просто полгода. Характер вскрывается в трудностях. То есть, она, когда начнет капризничать, требовать что-то свое, вы просто посмотрите, вы потянете ее характер или нет. Потому что у всех женщин характер очень сильный. У всех до одной. То есть, если вы удивились, что у нее такой сильный характер, так сильно она капризничает, у нее настроение портится сильно, то удивляться не надо. Это у всех женщин одинаково. Вот вы просто поймите, вы тянете это или нет. Вы как бы совместимы. Иногда женщина обижается, а мужчине нормально. Он чувствует себя комфортно при этом. То значит, нормально. И это первое, что у женщины точно может вас скосить. Это ее характер. И второе, у женщины, кроме характера, есть еще то, что приносит ей счастье. Ее как бы слабости, женские слабости. Вот допустим, если ее женские слабости вам по карману, то тогда, значит, можете брать замуж. Ну то есть, ну вот как бы еще опять раз вас на жизнь любви пытаюсь склонить, чтобы почитали эту книжку. Там об этом все написано. Ну то есть, смотрите, что знать женские слабости. Некоторые женщины любят дорогие украшения. И они никогда не разлюбят. Они всегда всю жизнь будут это любить. Вот что женщина любит, то и останется. Какой характер у них был, такой останется. Если женщина любит просто одна посидеть дома, иногда отдохнуть, это бесплатно. На это много денег не надо. Если нужна большая квартира, придется всю жизнь на это работать. Если нужны дорогие украшения, придется всю жизнь работать. Вот если ей надо всегда каждые полгода ездить в какие-то курорты отдыхать, и она без этого не может жить, тогда тоже вам придется упахаться. В общем, берите девушку, ищите, чтобы она была вам по карману, и чтобы характер ее для вас подходил. Еще следующие признаки. Если девушка склонна к правильной жизни, то есть она интересуется духовным, это тоже хороший признак. Тоже хороший признак. Но вам тоже надо при этом таким же быть. Еще не забудьте у нее спросить, хочет ли она детей. Потому что правильно для женщины хотеть детей. Если она не хочет детей, то это опасно. Ну, то есть можно замуж взять, а она потом всю жизнь будет не хотеть детей, и вы останетесь без детей просто. Ну, вот это основные моменты. И также надо наблюдать, следить за ней, когда общаетесь, чтобы не вскрывались какие-то проблемные стороны. Главные две проблемные стороны у женщин – это болезненность. Женщины бывают очень сильно болезненные, и тогда всю жизнь придется ее лечить. И вторая проблемная сторона – это депрессия. Ну, то есть если она там на неделю как бы пропала из общения, и говорит, я не могла общаться, у меня была депрессия, то значит она будет и в семейной жизни выпадать на неделю. Ну, вот примерно такие как бы критерии. А все остальное – это ваш вкус. Как девушке побороть замкнутость и молчаливость? Девушке не надо побороть замкнутость и молчаливость, потому что это ее характер. Вот какой у девушки характер – это и хорошо. Надо просто находиться и подружек замкнутых и молчаливых, просто садиться и молчать вместе. Или просто включиться, если вы замкнутая и молчаливая, ну, надо все равно что-то делать, понимаете? Если девушка просто сидит как растение, она замкнутая и молчаливая, то тогда она никогда замуж не выйдет, понимаете? То есть никогда не будет успешной в жизни. Хоть ты замкнутая, хоть молчаливая, тебе все равно надо кому-то служить. Женщина должна заботиться о ком-то, иначе она не развивается. Поэтому можете служить молчаливо, служить замкнуто, допустим. Делайте какие добрые дела, идите в храм. Вот в храмах много девушек замкнутых, молчаливых. Моют полы, служат всем, обо всех заботятся, свечки подают. И они выходят замуж, живут счастливой жизнью, потому что, ну, то есть застенчивость для женщины такая, как бы, это нормально, в этом нет проблем. Главное, чтобы правильная направленность была. Если женщина как растение живет, целый день дома сидит, ничего ни для кого делать не хочет и молчит, то это просто не развитость означает. А сама по себе молчаливая природа, ну, нормально. Некоторым мужьям нравится молчаливая женщина. Вот у меня, например, я наговорюсь на лекциях так, что приезжаю домой, у меня жена молчаливая. Она не любит компаний больших. И мне нравится, и мне хорошо, и мне спокойно дома. Потому что, как бы, если бы я домой приезжал еще дома, там, в атака бегала, бегала, тогда с ума сошел вообще. Поэтому молчаливая женщина, это тоже нормально, проблем нет. Вообще, знаете, у нас сейчас проект такой запускается, «Женитьба благости» называется. Вот, следите за новостями. Скоро этот проект, может, где-то через 3-4-5 месяцев он запустится, и у вас будет у всех возможность найти себе и девушку благостную, и парня. А мы будем гарантами для вас, что это будут именно благостные люди. У нас там очень мощная система отбора. А как девушкам выбирать мужа, если выбирать-то не исково? А сейчас и мужикам тоже не исково выбирать, понимаете. Женщину красит характер. Сейчас с хорошим характером девушек почти нет. Все с плохим. А мужчина красит его способность побеждать судьбу. И сейчас почти никто из мужчин судьбу не побеждает. У всех вредные привычки, у всех куча женщин всяких и так далее. Вы понимаете, проблема заключается в том, что люди думают, что у них есть какой-то выбор. Вы просто начните менять себя. Вот ведь в древней культуре ведической девочки с пяти лет начинали совершать аскезы для того, чтобы себе Бог дал хорошего мужа. Понимаете, никто никого ничего не искал. Просто вы начните работать над собой. И придет время, и Бог вам даст хорошего мужа. Все равно хороших мужиков завались, понимаете, у Бога. Бог дает человека. То есть, вот вы работаете над собой, найдется и парень, который работает над собой. Если парень работает над собой, найдется девушка, которая работает над собой. Понимаете, ну то есть не надо беспокоиться на этот счет. Надо просто развивать себя. И тогда найдется хороший человек. Потому что всегда люди тянутся друг к другу по качествам. Понимаете, то есть, если качество хорошее, то значит и притянется такой же человек. Мужчина на 20 лет старше, чувствует у него развитие. Мне 20, ему 40. Стоит ли с ним создавать отношения? Не знаю. Не знаю. Это очень... Разница больше 14 лет по ведам считается опасной. И всегда очень индивидуально. Бывает и 25 лет хорошая семья, разница. Бывает женщина много старше, хорошая семья. Но когда большая разница, всегда это все очень индивидуально. Поэтому приезжайте на фестиваль благости. И я вам все расскажу. Покажите фотографии человека. Сейчас истекает. Надо сейчас прощаться, желать счастья и благодарить. Да, я хочу вам пожелать всем счастья. У нас, к сожалению, вот мне говорит мой помощник Артем, что время заканчивается. Я хочу его поблагодарить за то, что он организовал мне эту встречу с вами. А также всех вас поблагодарить за то, что вы поучаствовали в этой встрече. До новых встреч. Если вы хотите еще мне задать вопрос, то в тех городах, в которые я в ближайшее время буду, можете, если вы там рядышком, приезжайте, спросите. А если нет, то приезжайте к нам на фестиваль. Я желаю вам всем счастья. Слушатели моих лекций, для того, чтобы вы получали уведомления о моих новых лекциях на моем канале, вам надо нажать на колокольчик вот сюда. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok